Машиностроительный завод «Дагдизель» отметил свой юбилей. Обход цехов и музея на территории завода провели в риу главы Дагестана Владимир Васильев, председатель Высшего партийного совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» Борис Грызлов и директор завода Рауль Ильясов. К юбилею готовилась глобальная реконструкция одного из цехов. Подробности у наших коллег. За высокие показатели и организацию выпуска спецтехники завод «Дагдизель» был награжден орденом Ленина, а после и орденом Октябрьской революции. На сегодняшний день он отмечает свой юбилей – 80-летие. Сзади меня вы видите новый цех. Его реконструкцию начали два года назад. Пока мы можем в него войти, но, по словам работников, скоро он тоже может стать секретным объектом. Теперь объем выпускаемой продукции должен увеличиться в четыре раза. Вложено более 400 миллионов рублей из федерального бюджета. Закуплено новое оборудование. Если в новый цех пока есть допуск, то в другие вход строго запрещен. Лишь первые лица республики увидели секретный объект изнутри. К реконструированному зданию они направились после обхода музея и других цехов вместе с гостями столицы. В их числе – председатель высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов. На ознакомительном мероприятии прозвучало много интересных идей, отметил в Рио главы Дагестана Владимир Васильев. Но для их реализации необходимо грамотное планирование, взаимодействие и эффективная работа сотрудников. Сейчас вот здесь походу. Для меня, например, было очень интересно увидеть уровень подготовленности работников предприятий. Такое современное оборудование на высоком уровне работают специалисты. Это очень важно. Мы заинтересованы, чтобы таких специалистов было как можно больше. Реконструкция одного цеха – это еще не все. Генеральный директор «Дагдителя» Рауль Ильясов отметил, что планируется дальнейшая модернизация, ведь завод выполняет не одну функцию. Мы помимо того, что занимаемся вооружением, мы занимались ремонтом судов и сооружений не только Каспийской флотилии, но и всех судов, которые в прибрежной зоне, в других государствах. На этом станке изготавливают детали для новейшего изделия, которые затем направят на следующий участок для переработки. Агабек, расскажите, как вообще проходит работа ваша? Работа проходит. Мы работаем по техпроцессу. На этом станке именно изготавливаются токарно-фрезерные операции за одну установку. В последующем они уходят на слесарный участок. Вообще тяжело здесь работать? Нет, не тяжело. Освоение оборудования у нас заняло где-то полгода. Сейчас мы уже все знаем и готовы уже работать. А вы здесь сколько работаете? Я работаю три года. Судопромышленные дизельные двигатели и электроагрегаты на их основе этого завода знают в 34 странах мира. Дагдизель является перспективным предприятием. Это отметил Борис Крызлов. В лучшие его времена здесь работали 12 тысяч сотрудников. Сейчас же всего 1800. Конечно, это зависит от закупств. Сегодня мы обсуждали и будем еще обсуждать вопрос развития завода, в том числе в направлении судоремонта. Здесь Каспийская флотилия и мы говорим о том, что завод Дагдизель может выделить часть своих территорий для того, чтобы развить судоремонтное производство. Это и привлечение новых работающих, то есть создание новых рабочих мест, это увеличение объемов производства. По окончании мероприятия сотрудники Дагдизеля были награждены памятными подарками, а сам завод получил подарок метроном. Ума Ибрагимова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск. Продолжение следует...